Девушки отдыхают Одна была театральная закончила, одна из них, она шайтанка была, которая встречает лесная таможня, а все остальные, по-моему, из мединститута. Я подхожу и говорю, вы не хотите в одном проекте поучаствовать? Я говорю, уникальный проект, потом будете сто процентов вспоминать, еще улыбаться и гордиться этим, что вы были самые первые открыватели. Они такие, а что за проект? Я говорю, резидент скажешь, баба и карказы. Да? А что это? Я вижу уже интерес в глазах, людям начинаю объяснять и в свою очередь уже, ну, интерес уже. Да, да, да. И первое представление состоялось когда? 25 декабря, ровно в 11 часов дня. Года? 2009 год. То есть деньги не пришлось возвращать, все нормально. Все, все. Ну, про цену таких вот отчаянных немаля мы просили. А кто были первые группы туристов, откуда? Это были москвичи или генерации? Нет, это наши школьники, все города Казани. Все наши школьники. И нагородных в первый год вообще очень было мало. Это те, кто, ну, может быть, кто индивидуальным транспортом. Вот вы когда, я не уверен просто, что вы были во время первого представления, стояли за спинами лима школьников, лима гиммор. Я вообще была всем и сопроводителем, и здесь, и гидом, и экскурсоводом, всем. Реакция вот этих школьников, она была какой? Уникальной. Ну, в чем? В чем? Счастье. Раз. Восторг. Два, наверное. Вот этот белый снег. Три. Природный ландшафт. Уникальный, который здесь вырос. Четыре. Сам по себе вот комплекс. Вы понимаете, в том-то и дело, что даже благодаря этому проекту ведь этот комплекс узнали, и люди стали посещать и в летний период, потому что все хотят приехать и в летний период, посмотреть, как красиво же здесь оказывается. Ну, тогда просто в музейные, да, они летом приезжают? У вас же здесь нет летом программы? Нет, да. Музей, да, конечно. То есть всем самым популяризировали и сам музей, да? Да, да, конечно. Если уж вы сейчас начали говорить, то сейчас с какой по какой период работает резиденция? С 3 декабря по 29 января. С 1 декабря по 29 января. Каждый год. Каждый год. И вот уже получается, это какой, 15-й год пошел? Восьмой год. Восьмой год. Прям проекту именно восьмой год. Скоро будем юбилей, мы с праздновать десятилетия. Пятилетие мы праздновали уже. Финансовая составляющая проекта. Сейчас государство как-то участвует в этом проекте? А с самого начала тоже же не участвовало? Единственное, у нас, мы получили грант, это именно просто на проект обыкновенный от Аира. Это вот мы горки построили, заказали эскизный проект. А какой сумме вообще речь идет, вот этот грант? Грант был 600 тысяч. И потом был грант при еще Министерство наших спортов. А первый грант кто сказали? АИР. Агентство. Агентство. Как, на что вам выдавало Министерство молодежи эту сумму? В гранте ведь прописывается, на что надо израсходить? Вот, по гранту мы, я вам говорю, вот эти горки мы построили, эскизный проект, марки этот бизнес-план нашего проекта, потому что в любом случае не хватает нам данной территории. Мы бы хотели тоже круггодично работать нашему проекту. Почему? Потому что все хотят и летом приехать, но мы не можем, так как в свою очередь все-таки это место великого татарского поэта, Гандула Тука. И как раз тоже в летний период, особенно в апрельские дни, когда его день рождения, и почитание его сильное, и там как раз идет тоже достаточно много у них людей сюда приезжает именно посетить музей Гандула Тука. Дружба это хорошо, вы дружите тоже, поднимайтесь потеплей, будете здоровы. Хе-хе-хе-хе-хе!